добрый вечер мы сегодня продолжим изучать книгу перешит по урокам рава шерки прошлый раз мы начали статью которая которая говорит о пророчестве творец сотворил творение поместил человек в эдемский сад и начал с ним диалог прошлый раз мы говорили о самом смысле диалога между человеком и творцом сегодня мы поговорим о содержании этого диалога который происходил в эдемском саду и так жить чтобы есть и что же говорит бог человеку он разговаривает с ним и дает ему заповеди до этого написано что он поместил его в ган эден чтобы возделывать и хранить его книга зор говорит что возделывать это заповедь делай позитивное а хранить эту заповедь не делай негативное и тогда получается что человек получает только две заповеди одну позитивную делай и одну негативную не делай смысл этого в том что человек уже в начале своего существования получает два указания которые объясняют ему в чем его предназначение так есть что-то добавить или спросить не знаю мне в принципе все понятно вот эта история в ган эдене она как корень до всего что будет в последующем то есть есть мир есть бог есть человек и бог ведет человеком диалог говорит ему что делать с этим миром дальше будут также данные заповеди тоже позитивные тоже негативные но корень всего этого собственно был заложен в эдемском саду и там уже было сказано дано какое-то направление этому человеку как ему существовать как действовать в этом мире в котором он очутился когда был создан тогда наверное двинемся дальше на самом деле может быть надо опять же это совсем не очевидно да просто так читаешь может где-то у него была такая ну как бы за этом стоит понимание того что если человек поместили возделывать охранять то ему дали какие-то инструкции на этот счет или хотя бы довели до его сведения что что это действительно была заповедь да то есть эти две заповеди как вы сказали это корень вообще в принципе что в мире есть два полюса как это нужно делать это нельзя делать у нас немножко разные к этим вещам отношения уже которые устная тара рассказывается более подробно но в принципе это вот то в чем мы всегда над чем мы всегда размышляем делать или не делать брать зонтик не брать зонтик быть или не быть ну да положено какое-то направление туда ходи туда не ходи да но не только одно что не только запреты но и указание есть в мире определенное представление что направляют по какому-то пути да и в чем же цель жизни человека у нас есть позитивные указания и заповедал господь бог человеку говоря от всякого дерева сада ешь это очень удивительно ведь животным не нужна заповедь не нужно особые указания чтобы знать что они должны питаться они чувствуют это естественным образом так же и люди чувствуют голод и едят несмотря на это тара говорит нам что есть заповедь принимать пищу если это так получается что мы не едим чтобы жить как это делают животные а живем чтобы есть то есть принятие пищи это цель творения это немного странно можно увидеть в этом как раз животную склонности жить чтобы есть но мы понимаем что за этим скрывается что-то очень глубокое каждый кто наблюдал когда-нибудь за поведением еврейской матери знает что самое главное для еврейской мамы чтобы ее ребенок ел и тогда получается что бог ведет себя с человеком так же как еврейская мама со своим сыном то есть говорит ему кушай сынок кушай то есть здесь мы узнаем получается цель да для чего сотворил всевышний человека выражается позитивной заповеди то есть ешь да есть какой-то мир вот этот сад который находится вне человека и получается он должен постепенно как-то вобрать его себя что ли точно так же как например ребенок до утробе матери он растет тем что он извне питается извне и потом он выходит получается человек должен тоже съесть как-то весь мир и потом выйти из этого мира в какой-то новый мир ну это как вариант возможно да во-первых я хотел сказать что тоже не очевидно что это заповедь да что заповедь есть когда просто так считаешь иногда думаешь что он сказал но ты можешь есть от каждого дерева может так подумать а вот этого не ешь но такое обострение внимание стиху она подчеркивает что нет он не так сказал а сказал что есть от всех деревьев нужно но возможно это символ того что человек должен есть в мире много вещей которые он должен переварить которые он должен съесть которые он должен осознать воспринять да может быть это метафора а может быть и впрямую еда это как бы очень важный аспект как мы учили ум и нету да что бог в своем благословении человеку добавил к еде аспект благословения да что она вкусная она не обязана быть вкусной она может быть как корова стоит там день на лугу и ест одну и ту же траву а вот человек они здесь у нас разнообразная еда и она как бы может быть символом или выражением божественного милосердия и может быть он здесь еще это и хочу то есть милосердие в том что мы ощущаем вкус еды и испытываем от этого наслаждение да да но но это важно поскольку бог это нам дает мы не можем от этого отказываться это часть нашего как бы связи с ним осознание своего места в этом мире принять этого благословения через него мы можем передавать благословения другим самим приготовить вкусную еду из тех плодов сделать салат ну как бы да это вот такая позиция по которой все что тебе дано на самом-то деле дано для того чтобы ты это передал дальше сам увеличивал сам ты сначала съешь а потом ну может быть это вот связано как-то с тем что вы говорили то потом должно выйти наружу ну еще тут есть аспекты да что считается что как бы грехопадение произошло еще там раньше выше и ну как бы грех земли то что мы называем и так далее и адам уже был направлен чтобы исправить вот это сам именно поэтому там у него дано было негативный заповедь что-то не есть на получается так тоже кроме того тут есть интересное отличие человека от животного ведь и животные едят и человек ест до чем мы отличаемся что для нас и процесс еды становится связью со всевышним потому что мы едим не бессознательно не от природы вот поскольку нас заставляет природа там искать пищу а для нас это становится вот именно связью поскольку нам именно вот это сказано тем самым творцом который нас поместил в этот мир точно так же как и животным которым он при этом ничего не сказал то есть у них нету связи через диалог и на оксана вам есть что-то добавить или спросить лево я хотела сказать что в принципе вот именно вот эта фраза сегодня пытается на себя закормил на кормить и надо вы хотели спросить что я хотел сказать что в принципе вот именно вот эта фраза всевышний пытается на себя закормил накормить который сказал андрей то есть в принципе ну не знаю в принципе она какая-то такая противоречивая мне показалось вот что я хотела сказать кто хочет противоречивая почему в том смысле что на самом деле наверное он нас пытается отсюда всех забрать они сделать нас здесь счастливыми вот почему я хотела сказать противоречивая то есть все таки мы здесь все таки грешники так образно говоря все и пытаться нас всех сделать более счастливы в этом мире не есть важная задача скорее всего чтобы мы все таки что-то осознали и стали лучше а вот это улучшение человека оно все таки не достигается путем дачи ему каких-то благ до поддержания жизни это да но всех закармливания как еврейская мама кормит своего ребенка сладкими пирожными по моему просто-напросто ну скажем так перераспределение благ в самом мире они его основная задача так может это как раз и путь выхода из этого мира да что собой представляет этот мир мир это то что находится во мне во вне меня да снаружи то где нахожусь я и как я могу из него вырваться да где находится граница вот этого мира чтобы мне выйти за пределы получается я должен съесть все что вокруг меня все что находится во вне я должен внести во внутрь и таким образом я буду разрастаться и выйду за рамки вот этого мира вот о чем как раз протестантов протестантов именно вот эта основная полагающая мысль если ты любим богом то значит ты богат то есть если ты бедный значит тебя бог не любит то есть прямая взаимосвязь между тем что ты имеешь материальном мире и любовью к тебе богом богу богом вот здесь же все таки ну скажем так получается что если ты ну тут именно получается никакие моральные вернее там конечно же ставится какие-то моральные качества которые там обязательно должны быть но по большому счету это не связано с теми благами которые ты получаешь от бога твои моральные качества вот но именно с точки зрения если мы говорим про уже про еврейство где если говорить именно про восточноевропейское еврейство где основная масса выходила именно из среды где особого денежного содержания особо не было то есть материальные блага конечно шли но не в том количестве тем же как тем же как тем же самым немецким протестантом на самом деле они же не выдумали это протестанты они это не выдумали это повторяя написано прямым языком если ты будешь себя хорошо вести у тебя будет благо в прошлой недельной главе как раз у нас это было будет благословен 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 в поле благословен плод чрева твоего благословенная твоя скачина и так далее богатство благословение в прямом смысле что у человека все будет и он будет счастлив получается что богатый человек вот сейчас можно скажу потом больше не буду говорить потому что все равно хочу сказать что в принципе богатые люди как правило они демонстрируют зачастую не очень так скажем так положительные качества своей личности то есть тут если нас сравнивать именно кому дается больше материальном мире и тот кто именно скажем так достоин больше царствия небесного тут возникает именно явное противоречие при этом нельзя сказать что бедный человек он тоже именно является сосредоточием нравственности то есть я вот эту мысль сейчас закончу мне кажется что именно само нравственное возрождение человека его как бы нравственный рост ни в коей мере не должен быть связан именно с внешним какими-то благами которые ему дается бог должен давать именно скажем так для поддержания штанов чтобы человек мог выполнять свою главную задачу именно в этом мире а вот эти именно какие-то именно да если ему дается больше может быть для того чтобы он научился жить в качестве богатого если ему дается меньше так чтобы он научился смириться именно жить в качестве бедного но именно как таковое перераспределение в зависимости от твоего скажем так отношения к богу это не совсем верно потому что все равно главная задача человека стать лучше вот так вот так вот все наверное на то я запутывающе ну это как бы мне кажется не противоречит да но бог на самом деле так сказать как нас учат наши кабболисты и учителя главное желание всевышнего дать максимальное благо человеку не только в будущем мире но и в этом мире тоже потому что он это один из аспектов то что вы говорите в этом тоже что-то есть да потому что не всегда действительно справедливо как бы нам кажется что один богатый а другой бедный я не совсем согласна что вы сказали что в основном богатые не хорошие люди это мне кажется немножко перекос просто бывает так что люди которые действуют неправильно они так бывало на протяжении истории они могут захватить себе богатство это понятно но некоторые люди добиваются богатства вполне легитимным путем своим трудом своим умом и они вполне очень приличные люди и ну земле израиля все немного по-другому там он дает благо земле израиля когда евреи ведут себя хорошо и есть такая связь что человек получает по заслугам в этом мире и в будущем и так и наши источники так об этом говорят поэтому ничего в принципе ничего плохого это нет другой вопрос что человек с этим делает да если он ест и обжирается и толстеет и потом сбрыкивает как сказано не важно у пророков то тогда действительно плохо он неправильно распорядился тем богатством которые он получил теми благами которые он получил но в идеале это нормально мы не ориентируемся на будущий мир ориентируемся на на этот мир который мы должны исправить не только самих себя на весь мир то андрей согласны ну я например вообще не вижу вот в рамках того что мы читаем того что говорит и надо что а если я буду там как бы праведным то господь дает мне благо какие то если нет то нет здесь же еще речь нет нет я наоборот сказал я наоборот сказала что в принципе я считаю что именно праведность она ни в коей мере в какой-то мере не связана с обязательным благом то есть праведность она идет как таковая отдельно а благо уже дается по неким другим задачам вот что я хотел сказать а где здесь собственно праведность и неправедность и благо и не благо по моему здесь все благо и все праведность пока что мы не дошли до грехопадения собственно то что и вышли говорит ешь это не то что он дает благо по моему просто дает работу вот ты должен есть то есть пропускать это через себя а что-то пока не есть то есть ты должен вот работать возделывать и хранить его то есть какую-то работу по сортировке это конечно я согласна но это все таки скорее метафора как потому что еда и в прямом смысле иначе мы не могли бы это так воспринимать это параллельно ну да безусловно параллельно поскольку мы говорим о ганедане который нематериален да то там мы собственно что мы едим то древознание да то есть едим знание соответственно какую-то там информацию какие-то постижения духовные ощущения возможно близости со всевышним а сейчас вот когда мы находимся в том мире в котором мы находимся мы едим еду и по сути посвящена вся наша деятельность чтобы заработать купить положить на стол вот но мы уже знаем что как бы мы как должны не просто это съесть ради того чтобы съесть а благословить и таким образом приобщиться к тому что вот здесь нам и говорится что мы едим не чтобы напитать свое животное начало а потому что нам так сказал всевышний и тогда мы входим с ним в диалог даже при том что мы едим все все хорошо по моему ну да благословение еды именно с точки зрения того что он ну да ну в принципе да если ты будешь праведным и не будешь есть то умрешь тут какая-то взаимосвязь есть ну вот так и сейчас еще вот это то что я сказала сейчас еще подчеркну я хотела сказать что праведнику бог дает именно ровно столько чтобы именно он мог жить чтобы стать еще более праведным вот так у меня вот такая красивая взаимосвязь то есть он не дает ему лишнее и не дает меньше чем нужно ну это все вообще по-разному бывает мир же очень сложно устроен да бывает так да будет наоборот давайте дальше пойдем ладно как раз дальше будет разворачиваться в чем смысл этого возьмем к примеру огурец огурец прежде чем я съел его был овощем быть овощем конечно хорошо но не более того это относится к растительному миру тот момент когда огурец оказался во мне он стал человеком и поскольку он стал человеком он становится соучастником всех моих действий если я благодаря этому огурцу могу произносить слова торы то блажен этот огурец ведь он превратился слова торы значит поднятие реальности это то что скрывается в заповеди есть от всего то есть всевышний говорит человеку ты должен поднять мир на свой уровень с низкой ступени на высокую ступень познания бога ну здесь мне кажется описывается каббалистическая идея что где-то наверху произошла катастрофа после чего часть творения упала вниз да и она находится в отдалении от творца и адаму была дана работа по исправлению мира да то есть он спустился туда в этот низ и потом он вот эти осколки реальности он их пропуская через себя поднимает то есть он поднимает все эти миры все это вот собственно его работа то что называется есть то есть вбирать себя и менять там смысл то что было не живым уровнем там водой воздухом то что было растительным огурцы там мясо и так далее то есть все это он использует чтобы для служения всевышнему и тем самым он как раз вот пропуская через себя поднимает осколки реальности вот как то так я вижу придает есть смысл я думаю потому что то что разрушены сосуды это как бы нарушение общей картины гражданин потеря смысла его и нам нужно ее восстановить проходя через нас если мы правильно это делаем даем возможность шанс миру исправиться ну да мне кажется вот собственно ну в этих словах сказанных всевышним адаму вся работа которую мы делаем сейчас она опять же отображена там измени себя измени меня нет вот эта фраза вспоминается измени себя изменишь мир просто эти фразы вспоминают ну да но эта фраза она довольно абстрактная да здесь же нам говорятся конкретные вещи ешь который мы опять же можем толковать метафорически то есть есть например там знания да ну вот амраби нахман например толкует законы кашрута что мы с них должны брать пример как мы должны фильтровать входящую в нас информацию дано чистую и нечистую ну и собственно в ганедане да там тоже как бы шла речь о знании то есть как я опять же изменяю себя когда я ем что-то чистое отвергаю нечистое тем то что советует мне творец и отвергают то что он советует не есть и тогда да получается я изменяю мир но это мир это как наше восприятие как я воспринимаю его таким будет он мне казаться да ты думаешь а вы слышите нет это не совсем наверное правильно чтобы как-то мне действовать в этом мире я должен понимать где я нахожусь я должен его как-то переварить понять и соответственно действует это недостаточно мне сидеть в ходе лотоса и думать о собственном исправлении моя главная функция это работать в мире и да здесь скорее символ вот этого постижения мира не только постижения но и борьбы я не знаю как это перевести справиться с этим миром справиться с задачей которые мне поставили съесть это ты усвоил ты съел ну так мне кажется ну да получается что-то мне не нравится что находится вне меня и если оно мне не нравится я его и не съем да я должен съесть то есть какие-то свои проблемы я должен их усвоить да 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 совершенно найти путь выработать свои отношения к этому и как я должен действовать в такой ситуации иногда ситуация бывает безумно тяжелой у людей не хоть не она с вами сказано болезни я уже евреи в изгнание и так далее но в каждой ситуации когда у нас с миром есть сложное какое-то противоречие сложное взаимоотношение мне надо найти правильный подход не философскими размышлениями так мне кажется так оно должно включать в себе все конечно должно включать конечно потому что не раздумывая это называется праведный дурак да он он будет поступать если человек не понимает он как говорят черномырдин гениальным образом да мы хотели как лучше а вышло как всегда ведь многие знают как теоретически должно быть а вот как его сделать на практике вот в чем главное теоретически все скорее все гораздо лучше может человек знать как правильно кушать но есть какая пища а на деле он может справиться с этим очень хочется шоколада в организме не хватает как говорил моя дочка у меня маленький когда был у меня в организме не хватает шоколада да аргумент железный ну да там же гормоны радости да но это будет про то что если человек понимает что нужно есть здоровую пищу но хочется ему селедки шоколадные а если от лечься от питания вот именно сказали что человеку дано болезнь значит человек как бы должен эту болезнь как бы пережить воспринять и найти как бы правильный выход это не просто так получается если человек сейчас можно закончить мысли вкладывает лапочки и соответствующим образом не пытается что-то изменить что-то предпринять что-то в себе улучшить в этой ситуации то значит он получается не ест то что ему дает бог получается как болезнь в этом случае тоже некая пища которую ему дает бог вот если говорить видимо да надо идти к врачу пить антибиотику а то ты будешь сидеть именно Андрей сказал эту фразу о том что мы говорим не буквально про еду в данном случае а про именно более высокие вещи поэтому получается что болезнь как таковая именно это и есть некая пища которую человек должен переварить да в частности болезнь дай бог всем нам здоровья и человечество в данный момент когда когда сталкивается с эпидемией она тоже должна как-то ее переварить не очевидно как-то делать это трудно Всевышний ставит нам тяжелые задачи но болезнь уже как и следствие но и в то же время ну новая дверь да конечно правильно ой пойдем дальше да духовная пища тогда можно смотреть на процесс принятия пищи как на идеал и в нашем мире есть пример идеального принятия пищи это съедание жертвоприношения в Иерусалимском храме приносились жертвы и часть жертвы съедалась теми кто ее приносил они ели исходя из идеала исполнения заповеди тогда выходит что жертва запрещено есть голодному человеку тот кто принес жертву должен был сначала поесть а потом уже съедать жертву чтобы не делать съедание жертвы удовлетворением потребности а видеть в этом важность поднятия на высокую ступень животных или пшеничной муки которых он ест ну это вот то о чем я говорил да что можно грубо разделить все пятикнижие на две части ганеда до грехопадения и после грехопадения исправления вот и это вся остальная часть торы где там сначала строится еврейский народ потом он попадает в египет потом он 40 лет идет из египта в эрит сесрае для того чтобы там построить храм и приносить жертвоприношение то есть жертвоприношение это та же пища когда там все земли израиля приносят вот этих баранов там вот это вино для того чтобы их поднять в храме опять же наверх к всевышнему то есть это продолжается исполнение вот этой заповеди ешь да то есть сначала должен отделить там вот это не ешь это не чистое вот это ты ешь да собственно это твое предназначение точно так же как адам но уже на другом уровне в иерусалимском храме человек как бы поднимает уровень вот этих всех объектов материального мира среди которых он живет ну в то время тоже люди приносили всякие жертвы то есть это наверное было какая-то что-то новое в том как и как ее принести надо это надо знать как они приносили чтобы увидеть вот эту разницу и в нашем поколении увидеть ну мне кажется если я не ошибаюсь до до этого все жертвы которые приносили были жертвы всесожжения то есть целиком полностью изничтожение как бы себя мира ну людей детей желание подняться к всевышнему так сказать за счет через эту вот жертву а то что у израиля у него есть еще ну есть жертвы за грехи это отдельный вопрос не будет даваться но есть и жертвы мирные то что называется шламим которые наоборот человек приглашает всевышнего как бы себе за стол там жертвы ест эту еду а человек просто присутствует как бы при съедении как бы при съедении всевышнего жертвы а тут же наоборот человек ест сам эту жертву эту жертву пасхальную жертву или другую жертву который называется мирную и при этом возникает контакт между ним и всевышним через именно еду но то что он отмечает что важно чтобы ты не был не был голодным чтобы эта еда была для тебя нечто особенное не не удовлетворение животной потребности нажаться а именно понимание того что она приближает тебя к всевышнему то что я говорил раньше о богословении может быть здесь тоже ощущение такое что не каждая еда она удостаивается не каждого человека удостаивается действительно того чтобы ты через нее поднимал эти самые искры единая с тобой еда она прямо сразу в небеса возносилась человек должен на каких-то тоже рамках быть так как он не есть ее когда он голодный это похоже как на после трапезы вот именно в этом состоянии когда человек такой такой он забывает и быть благодарным и связь ну может забыть есть вот это когда он голодный да нет когда он насытившись и он может забыть наоборот тут он должен есть именно состояние насыщения когда он забывает про свой голод так во всяком случае по рамушерке получается нет я тут почему оно все сходится что когда мы после трапезы говорим это благословение это же мы в состоянии насыщения уже не мы не голодные и мы должны сказать это в эки в голове говорится потому что обычно человек может забыть поблагодарить ну вот эту связь помнить от всевышнего все исходит а что он больше будет ну как бы себя помнить что вот какой я хороший там приготовил поработал все сделал насытился ну и вот здесь мне кажется прослеживается что ты должен быть не голодный и в этом состоянии человек может обычно когда он насыщенный забывать о всевышнем ну с преданием жертв это как раз изо всех тот случай мне кажется я не знаю потому что это так сказать он перешел допустим в праздник в Иерусалим принес баранам жертву это огромная такая церемония он ест его там в Иерусалиме в любом случае если не в храме он как бы не то чтобы забывает но сама эта еда то что он говорит сама еда должна быть переведена на другой ум потому что если он голодный не то что он забыл он не забыл но он ест для того чтобы насытиться так же как живот а если вот он не голодный не то что он прям так вот раскормлено ничего в рот не лезет должен быть какое-то минимальное желание есть но он не голодный по большому счету он не нажирается он в этот момент ест и при этом может понимать что это вот в этом есть миссия но сейчас же тоже вот как стол за трапезой мы собираемся не менее да мы едим в конце трапезы да то же самое пасхальный ну мы едим ну даже не пасхальный сам ну как шабатная трапеза или другая любая трапеза она как вот такой аналогии уподобление да ну это не совсем то что он говорит он говорит про ритуальное поедание что оно тоже очень важно символично и так далее чтобы ну а как мы для нашего поколения ну не знаю как сказать ну как для нашего поколения у нас часть по крайней мере трапеза она тоже обставлена некими ритуалами то есть есть шабатные трапезы в которых поедим во-первых особую пищу там горят свечи там как бы вино благословение все особенное то есть здесь мы как бы чувствуем что мы не просто едим а едим потому что шабат да это то есть какое-то тоже уподобление еды как как средство связи что конечно мы наслаждаемся пищей но в то же время это все абсолютно в другой обстановке происходит ну и плюс праздники да в которых там мы например скоро будет рожа шана будем есть там яблоки мед да гранат и у каждого есть смысл то есть мы читаем готовимся вспоминаем рассказываем друг другу почему мы сейчас едим гранат там сейчас едим мед и так далее то есть все вот эти как бы символы да мы их съедаем опять же чтобы лучше усвоить это тоже вот ритуальное обставление вот процесса еды для того чтобы не просто есть а вот находиться на связи мне кажется ну постоянная визуализация получается чтобы мы не забывали как такие нам маркеры вот Раби Ашер говорил по-моему что да не только мне кажется чтобы не забывали это действительно действие оно меняет нас если ты лучше ты делаешь с человеком это не теоретически я хочу чтобы чтобы там не знаю год был сладкий да и хороший но когда я при этом что-то еще съедаю и говорю такое пожелание это что-то это физически что-то меняет во мне это вот мне кажется здесь подчеркивают что физический процесс еды это как процесс исправления мира отчасти да я читала у Мудрецов да да кто-то начал говорить я читала у Мудрецов написано что нельзя участвовать в трапезе которое не связано с заповедью нет помню не помню не помню нет просто если человек поест без всякого там нет я не помню чтобы такое было там если вы где-то читали да я сейчас найду пойду это рабяша там у меня есть книга его да но как это человек все время ест для того чтобы нельзя ему не есть что это не связано с заповедью он каждый день должен так написано борьбить свою чтобы поучаствовать сюда трапезе забыть не не каждый день такое звучать что тебе удается обычно ну ладно оставим это в скобках ладно может быть это и правда где-то написано я не всю традицию нашу знаю ну может имеется в виду без благословения просто ну да те кто не благословляет это не совсем такого там нет ну не важно это есть ладно надо уточнить а потом мы тогда мы можем в чате об этом говорить ладно интересно что мы читаем про Авраама да который там начал распространять монотеизм среди окрестных жителей да и как он его распространял согласно Медрашам он же не ходил там не читал лекции он приглашал к себе за стол то есть он получается распространял знания через еду то есть он замечательно с этим этой техникой замечательно да ну Медраш говорит что он после этого говорил тебе вместо спасибо мне скажи спасибо Всевышнему и таким образом он как некоторый молодой человек через еврейский как оно Кравмаган ну забыл сейчас в прошлый раз перевозил боевое искусство да пришел тоже так это зацепиться через ладно получается вначале человека надо насытить без этого он не сможет понять что есть у мира хозяин тоже интересно ну это как Авраам делал вспомните ну вот он сейчас сказал а я ходила за книгой поэтому я как раз об этом говорю ну я по поводу этого хочу сказать это знаете как это у Авраама была рабочая схема а почему потому что когда я начала использовать это потому в своей жизни и просто на субботу приглашать там каких-то своих друзей мы просто сидели кушали да а что горят свечи ну свечи потому-то и мы начинали поднимать тару и мы начинали там да если это были протестанты то мы сравнивали с Библией и мы выходили к истине то есть это очень и очень ну во-первых это людей расслабляет и да то есть это располагает и ну как бы имеет очень большие такие свои плюсы классно надо надо брать действительно на вооружение этот сам метод Авраам всем ну хорошо двинемся дальше да итак жертвоприношения мы прочитали если так то получается человеку заповедано поднимать любое содержимое но нужно помнить что вся эта история с заповедью от всякого дерева ешь происходит в Ган-Эдене я полагаю что слушатели понимают что Ган-Эден это не физическое место это место духовное ведь когда кто-то умирает и внуки спрашивают где дедушка им говорят что он в Ган-Эдене то не имеют в виду тело потому что тело находится в земле в этом случае говорят о душе потому что душа поднимается в Ган-Эдене в духовное место и тогда нужно понимать все о чем говорится в этой главе и деревья и змея и все что связано с этим как часть рассказа о духовном мире и что же там сказано от всякого дерева ешь что это за деревья от которых следует есть эти деревья конечно духовное содержание например там есть дерево которое называется дерево знания я не видел в нашем мире ни одного дерева плоды которого давали бы знания знания получают когда учится я читаю книгу слушаю урок и становлюсь мудрее образованнее это и называется есть от древа знания дерево эц на иврите слово мужского рода а женский род этого слова эца совет то есть совет это духовное содержание которое мы едим когда учимся то есть едим от древа познания все затихли очень глубокая мысль ну мы как бы об этом уже просто говорили уже выше да я вспомнила недавно читала но что-то мне сейчас Андрей читал и мне это вспомнилось что 40 лет этот человек себе зарабатывает чтобы ну жить в этом мире ну существовать да тут в этом мире а потом следующие 40 лет он изучает у него есть заработанное он за счет этого живет а следующий еще третий период 40 лет он преподает тору и того 120 лет то есть то есть есть переваривает и отдает ну сперва как бы зарабатывает для того чтобы суметь потом заниматься торой потом следующий научившись он дальше преподает передает вот так 120 лет разделили не помню но где-то недавно прочитала об этом мне понравилось ну так наверное жили Моше и Раби Акива наверное с них расписали у них тоже было три периода явно ну хорошо тогда двинемся дальше если нет вопросов вот я нашла приучайте себя не есть вне дома в большом собрании людей если трапеза не связана с исполнением заповеди и сказал Раби Шиман если трапеза не связана с выполнением заповеди знатоку Торы а знатоку Торы в ней запрещено участвовать в Вавилонский Талмуд Псахим 49А хорошо посмотрим но это не совсем то что вы говорили да потому что застолья не связаны с выполнением заповеда это не то что это не пустым разговором не имеется в виду что человек нельзя есть а что ему не нужно ходить на всякие праздничные трапезы праздники которые не связаны с выполнением заповедей никак да просто праздники устраивают там в кабаке большой выпивон не знаю собрание друзей куда-сюда ну бывает вот об этом я думаю он говорит что ну действительно не стоит принимать в этом участие и понятно почему потому что это такое праздное времяпровождение там особенно в римском мире было принято все эти трапези да это же речь идет ну от тех временах когда там особенно вот эти вот возлежания на трапезе было для них тип культуры поэтому тут надо посмотреть еще раз вы мне пришлите Таня я посмотрю точно что там написано ладно ага хорошо я на этой неделе как раз читал Робина Ахмана о том что опасно пить вино в обществе идолопоклонников тоже видимо на эту тему и он там пишет что как бы вино это именно древо познания добра и зла да потому что при него сказано что если удостоился будет рожь то есть голова если не удостоился то будет рожь то есть человек обеднеет да то есть это такая вещь которая действительно вот может либо поднять человека либо опустить и если человек соответственно вот участвует в каких-то вечеринках с нехорошими людьми то это как раз его опускает вино что касается не обязательно они уж такие не хорошие вообще это такое праздное времяпровождение непосвященное таре непосвященное нормальному общению то есть то что Абраам приглашал всех гостей это совершенно другая ситуация когда встречаешься с друзьями когда мы говорим за столом всегда о таре о каких-то важных вещах это сразу меняет стиль стиль встречи стиль трапези есть такая история ну не важно про Ришу Бунабуэ про Ахэ тот который бросил в конечном итоге тару ну это длинная история но он там описывает праздник его по поводу его рождения обрезания и пришли всякие мудрецы потому что его отец был богатым человеком и там все начали там веселиться это самое петь там ну как это принято а для мудрецов это все чувство было и они сели в сторонке и стали заниматься тарой и там описывается как вышел огонь их окружил и это произвело на папу и лишь такое впечатление что он решил отдать своего сына учиться таре ну это так в скобках но в том смысле что если за столом говорят слова тары то уже это как бы перестает быть трапезы которые которые никак не связаны с заповедем потому что говорили слова тары замечательно уже можно сказать заповедем а у ашера даже продолжение там что не приучайтесь себя и к чрезмерной выпивке чтобы не опозориться и не скверниться ну да это понятно да это тоже есть на эту тему дальше насчет винограда вина одно из мнений что этот плод был виноград другое мнение что пшеница третье мнение что это был инжир да по-моему да было еще что-то но я сейчас не вспомню так что если это был виноград то логично что это вино должно было быть конечно на сукот это плод тоже там а ну то что на сукот плод а и тролл правильно да по-русски назывался это ситрон но по-моему никто это условно не знает и давай мы хотим дальше продолжать правда потому что дальше как раз это будет без спойлеров лекарства от смерти и так человеку сказано от всякого дерева ешь что это за деревья плоды которых заповеданный есть человеку сюда включаются три вида деревьев писание говорит нам что бог посадил в саду три вида деревьев всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи дерево жизни в середине сада и дерево познания добра и зла если так то на человека возложены есть также и от дерева знания очень важно это понимать обычно думают что грех адама состоял в том что он съел от дерева познания написание говорит нам противоположное этому есть заповедь есть от древа познания ну по-моему это все уже много раз мы изучали да да ну понятно да то есть изначально в заповеди были все деревья включая дерево познания да просто понять о чем он говорит как это ты сначала можешь спросить а как это он должен был от него есть когда ему прямо сказано не есть нет было сказано от всякого дерева есть значит он имел в виду и это дерево тоже а потом уже ну это вообще-то там одно дерево просто с каким намерением человек ну это и есть такое мнение а мне кажется как раз три беда деревьев то есть всякое множество деревьев ну и другое ну есть мнение такое что это было одно и то же дерево на одном и том же дереве типа росли разные плоды ну не знаю там сложнее тогда получается это все ну а Нехама например я делаю что-то одно и то же но с разным намерением уже это по-другому будет мое действие это то что о чем мы говорили что мы можем есть потому что мы хотим насытиться а можем есть потому что Всевышний сказал есть и мы знак этого говорим благословения прав. Смотрите в обычной жизни все довольно сложно на самом деле в обычной жизни большее значение имеет дело чем намерение и есть заповеди которые ты можешь выполнять выполнять даже не имея такого намерения есть заповеди которые наоборот можно выполнять только не имея такого намерения вообще. Это заповедь леках пиа леках вешихаха. Ну, пиа ты должен оставить, да, а леках вешихаха, то есть колоски, которые ты обронил в поле, или пснов, которые ты забыл в поле, ты должен забыть. Если ты нарочно это сделал, это не годится. То есть в обычной жизни сложно, связь с намерением не очевидна, иногда ее просто нет. То, что касается храма, там совсем другой уровень, да, и мы, если углубимся в эту мысль, мы поймем, что храм это часть будущего мира, часть более идеального мира. И там намерение играет гораздо большую роль. Человек Коэн, который подумал что-то неправильное про какую-то жертву, он ее подумал только. Он подумал, что есть позже того времени, что разрешено. В тот момент, что он приносил жертву или кропил жертвенник. И тем самым он уже делает жертву недействительную. Только мысли влиять. Но это вот особенности храма. Поэтому и здесь, я думаю, что касается еды жертв, очень важно, чтобы человек был, делал ее с правильным намерением. Хотя, конечно, и в обычной жизни, конечно, намерение важно, но менее. Мне кажется, это такой уровень уже, к которому мы должны стремиться. Если человек понимает, что его мысль, которая к нему приходит, и она его постепенно опять атакует, атакует, и он, если даст ей гнездо свить... Ну, тогда она его приведет к плохим делам. Это понятно. Ну, вот поэтому и имеется в виду, что надо фильтровать свои... Конечно, есть очень много о том, что человек должен себя исправлять, свои качества душевные, свои мысли. Этим как-то надо управлять. Вы правы совершенно. Тем не менее, если я сделал какое-то дело, даже без всякого намерения, но вышло, что я сделал медсан, она как бы тоже засчитывается. Нет, но я поняла, да. Но я имела в виду, когда человек за разной одеждой свое намерение как бы прячет. А на самом деле там корень такой. Ну, это в конечном итоге, я надеюсь, все должно были... Этот шилл должно вылезать из мешка. Потому что, если человек там изучает или преподает вторую, например, без трепета и без намерения действительно улучшиться, то в конечном итоге это всем становится ясно. Вот недавно я прочитала, что Раби Ханина, сын Доса, говорил, мудрость, которой предшествует боязнь греха, прочна. А мудрость, предшествующая боязни... Но мудрость, предшествующая боязни греха, неустойчива. Ну да. Ладно. Это мы немножко уже ушли в сторону. Ладно? Ну да. Так, пойдем дальше. Да, в чем же дело? Потому что, на самом деле, мы сейчас к такому предваречию пришли. С одной стороны, Раб говорит, что там был заповедь, есть от этого дерева, а с другой стороны, все-таки в прямом секторе написано, что нельзя. В чем же дело? В чем же дело? Некоторую трудность представляет вторая заповедь. Это негативная заповедь, говорит, не делай. И она гласит, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. И это противоречит предыдущей заповеди. От всякого дерева ешь. Решение очень простое. После запрета есть от дерева познания, есть объяснение, почему запрещено есть от него. Ибо в день, когда ты съешь от него, смертью умрешь, а умирать запрещено. Что же делать? Нужно принять лекарство от смерти и потом есть от древа познания. А что же это за лекарство от смерти? Это древо жизни. Получается, грех Адама заключается не в том, что он ел от древа познания, а в том, что он съел от него раньше, чем от дерева жизни. Это да. Иными словами, человек должен наполниться жизнью, прежде чем он наполнится знанием. Нужно построить внутреннее содержание жизни перед тем, как получать формальные знания о ней. Если бы я давал урок евреям, я бы сказал, что его грех в том, что он захотел поступить в университет, прежде обучения в Яшиве. Прежде всего, человек должен наполниться деревом жизни. А деревом жизни называется Тора. Дерево жизни, оно для тех, кто держится за нее. И после этого ты можешь есть от дерева познания. Получается, мы должны познавать этот мир, есть его плоды, какие-то знания, какие-то ощущения, переживания. Но перед этим мы должны съесть плод древа жизни. То есть познать Тору, познать для чего этот мир, где мы находимся, для чего мы все это будем потом использовать. Как-то так, мне кажется. Ну да, чтобы потом оно стало инструментом, опять же, для познания. Для познания проявлений Всевышнего на протяжении жизни. Да, да, но об этом и говорит все. То есть сначала мы учим Тору, а потом мы через через призму Тора познаем все остальное. То есть мы уже знаем то, что мы едим, мы уже проложили как бы пути, по которым это поднимется туда, куда нужно, а не опустит нас наоборот. Хорошо. Запретный плод. Это очень важный момент, потому что при таком понимании из рассказа исчезает жестокость. В привычном понимании, если рассматривать запрет есть от древа знания как абсолютный, как это трактуют христиане, это выглядит очень жестоко. Это все равно, что сказать ребенку. Смотри, здесь есть такая вкусная конфета, нет более вкусной конфеты в мире, и она находится в коробочке, на столе, в центре комнаты. Но тот, кто съест ее, ой, что с ним будет. Когда воспитательница выходит на пять минут и потом возвращается, выясняется, что коробочка открыта и ребенок конфету съел. Этому невозможно препятствовать. Было ясно, что ребенок в конце концов ее съест. Тогда получается, Всевышний, не дай Бог, намеренно подвел человека к тому, чтобы сделать его грешником. И тогда получается, что вся система отношений между человеком и Творцом построена на необходимости искупления греха. Здесь мы входим опять же в конфронтацию с соседней епархией, которая опять же вот эту архетипическую историю Ганедена трактует по-другому. Из того, что получается, что этот плод никогда нельзя было есть. Абсолютный запрет на прородрево познания. Получается, Всевышний что-то сотворил, сказал человеку, что это есть, но запретил, окончательно есть. То есть это какой-то действительно, если вдуматься, какую-то жестокую картину мира создает. Ну и, соответственно, все, что будет построено на вот таком восприятии. Получается, что он сделал для человека ловушку сознательно. Да. И тем более, что он потом не может никак это исправить. Только нужен еще кто-то посредний. А, это уже следующий этап, конечно. Ну это как бы закрученный вот такой сюжет. эмммм, да, на христианстве, конечно, потому что вообще в христианстве не, именно, это в центре греха Адама. То, что земля уже была несовершенно в самом начале своего створения, то, был все хаотичен, мир был хаотичен и непонятен, и что в принципе требуется исправление. И, ну, человек должен в этом участвовать. Это вообще как бы нет. Мир был прекрасен, получается, пришел человек и все разрушил. И теперь исправить никак нельзя. То, что вообще человек только может разрушать, а исправить не может. Это совсем как бы другая схема, другой принцип, другой взгляд. Я аутрирую специально, я думаю, что в христианстве тоже есть разные подходы. Нет, но на самом деле как раз очень ярко, что то, что мы учим, что наше отношение с Творцом строится над добрым Творце, который говорит «Ешь». То есть он тебе дает плод и говорит «Ешь». А тут наоборот, необходимость искупления. Но это, собственно, все как бы то, что спасение, там спаситель, то есть, вот есть изначальный негатив, да, из него нужно выйти. То есть все как бы перевернуто наоборот. Если бы человек не съел, то ничего бы не было бы. Весь смысл в этом. То есть получается, что именно вся история заключается в том, что человек именно съел. Может быть, именно и в этом был замысел Бога, чтобы в конечном итоге это было съедено, потому что иначе бы ничего не было. В смысле не было? Ну да, с точки зрения того, что было бы именно идеальное содержание человека в раю без каких-то именно целей его развития. Ну а если человек все исправит, и что, то же самое придет? Если что-то исправит, то значит, именно мы не знаем, что, именно какими мы должны стать, чтобы это все исправить в конечном итоге. Просто бы другой бы путь был человечества просто, я думаю. И новый уровень и все прочее. К чему? Мы просто пошли искаженным путем. Ну это наш путь. Да. Там выше же было сказано, что не потому, что съел просто, а не в том порядке. не в том порядке съел, но при этом он должен был съесть. Вот что я хочу сказать. Да. Потому что он должен был съесть, это понятно. Это да. Но тогда, как Таня говорит, путь его был бы другим, более легким. Может быть, да. У нас это часто во всей таре все время происходит так, что у человека есть некие развилки у человечества, и он может пойти более простым, более прямым путем, а он часто идет не тем, хотя опция всегда открыта. Это как бы архетип такой развилки, то, что случилось, да. Есть опция выбрать более прямой путь, но и по другому пути тоже где-то когда-то он выйдет к цели. меня поразила вот фраза, то, что Андрей считал, чтобы запрещено умирать. Как бы это, мне кажется, я тоже подумала об этом, мне кажется, это следует из построения стиха. Не делай этого, потому что там дом разрушится, не делай этого, потому что будет поток. Не делай, сам стих так построен, что понятно, что то, что сказано в конце, это негативное следствие. Не делай этого, потому что умрешь. Изначально я не знаю, почему плохо умирать, вроде этого нигде не было сказано, но мне кажется, на это намекает построение фраз. Нет, а умирать имеется в виду, что если ты отказываешься от именно такого питания, что ты вот именно когда ты питаешься Торой, действуешь, проявляешь ее в жизни, то это и есть жизнь. Нет, все правильно, конечно, но просто откуда мы взяли, что иначе ты умрешь, это плохо. Почему умирать нехорошо? Я думаю, что это просто построение стиха, из него сразу видно, что умирать нельзя, а нужно жить, и надо действительно питаться второй. Но мы видим, что это не так. Тора хочет, чтобы мы ели от древа познания. Мы должны поднять всю реальность, но мы должны сделать это в правильном порядке. Сначала построить мир ценностей, мир внутренней жизни, и от этого перейти к расширению жизни. Могла бы сложиться ситуация, что первый человек не согрешил, если бы он начал с дерева жизни, и если после того, как он бы съел от дерева жизни, он сказал, теперь мне неинтересно есть от дерева познания, это был бы грех. Удовлетвориться только жизнью без расширения знаний, без увеличения тех знаний, которые делают человека совершенным. Из этого следует, что если мы опять говорим в отношении евреев, тот, кто хочет учить только Тору и не хочет получать академические, светские знания, он тоже грешит перед создателем. Он как бы говорит ему, твой мир меня не интересует. вот нам нарисовали как бы обратную картину, что было бы, если там в другом порядке. Ну, это как сравнивают мудрецы, что когда человек напичкан знаниями, то он похож на осла, груженного книгами. Ну, то есть опять мы это возвращаемся. Это совсем другая история. Нет, есть люди, которые боятся знаний. Это специфический случай, когда человек передает эти знания, но они у него не внутри. Это в определенных случаях употребляется. Мозь отмечу современным. Ну, да, Нехам, а были же противоречия, противостояния, что не хотели изучать вот именно светские получать знания? А, это да, и сейчас есть такие, конечно. Но это не тот случай, что человек как осел, который несет книги. Это, ну, я вам приведу пример. Есть у меня знакомая одна, ну, хевру, скажем так, в Фейсбук, и они, когда вернулись в Шубе, в Израиль, они сначала, по-моему, были в Хабаде, мне кажется, потому что у них там есть эти межкишины. У них была семья, которая вот их не так ими занималась. А потом про эту семью муж и жена, они узнали такое, что они там какой-то совершенно жуткий вещь, измены там взаимные, всякие дела. И она тогда пришла к этому, говорит, как же так, как это может быть, как я вообще могу теперь воспринимать все, что вы меня учили. А он говорит, а ты относись ко мне как ко сну, который несет книги. То есть я сам, конечно, веду себя очень плохо, но все, что я тебе учила, оно правильно. Но это, в общем, очень сомнительно, можно ли так относиться к человеку. Потому что тот, кто сам не воспринимает то, что он говорит, не действует так, как он говорит, ты не можешь ему доверять. Потому что, на самом деле, эти знания, это понимание тары, оно передается не только через слова или вербальный уровень, но и от всего поведения человека, все поведение человека как бы говорит об этом. И сказано, что в Талмуде, что нельзя учить Тору, а может только у того, который выглядит как ангел Бога. Ну, это метафора такая. То есть, что он внешне, в своем поведении, он соответствует тому, чему он учит. Но опять, мы опять отклонились. Это не наша тема. Ну, осел, нагруженный книгами, мне кажется, это метафора. В рамках того, о чем мы говорим, тут важно, что книги находятся вне осла, то есть снаружи. То есть, он как раз не питается от древа жизни, не пропускает себя и не действует. Поэтому его так и называют, наверное. Да. То есть, это не относится к тем людям, которые, на самом деле, не хотят светских... Я не думаю, что это к ним относится, к светским наукам обучаться. Это просто, так сказать, некоторые примеры, которые очень выпукло показывают, что да, ты должен применять эти знания и изучать светские науки тоже. Но не обязательно это прямо изучать светские науки, это значит участвовать в жизни, не отгораживаться от нее. он может быть электриком, не пошел в высшее образование получать, или водопроводчиком, или еще кем-то, но он помогает людям, он действует, он живет, у него семья, у него дети. Так, мне кажется. И надо понимать, все так пусто. Ну, проявлять в жизни своей то, что ты постигаешь из того... У нас остался последний отрывок про свободу выбора, мы хотим сегодня закончить статью или отложить его на следующий раз? Как вы скажете, давайте отложим, я хотела. А другие как считают? Виктория? Никто ничего не говорит. Ирина? Мне просто не очень неудобно. Я просто не знаю, а много там или нет? Сейчас сколько времени-то? Ну, мы всегда застреваем. Просто свободу выбора, возможно, там тоже будет что обсудить как раз. Ну, Восемь уже мер, давайте, наверное, все-таки до следующего раз. Давайте. Давайте, отлично, тогда всем спасибо за интересный... Всем спасибо. Спасибо. Спасибо за замечание полезное. Спасибо, хорошего вечера. Спасибо. Взаимно. До новых встреч в эфире. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok